Точки А и В лежат на прямой. Точки С, Д и Е обладают следующими свойствами. А, С, К, С, В это 1,2. А, Д, В это 1,3. И А, Е, Е, В это 1,4. Разумеется, чисто на 5 случайно. Задача. Нарисовать в точности покрытина все 8 возможных картинок. Разобраться, какие здесь ситуации. И нарисовать, повторяю, все, на этот раз если будет 8 возможных картинок. Для начала, мы должны для каждого из этих случаев понять только точки А, В и Ц. Какие два варианта. Потом, только точки А, В и Ц. Какие два варианта. И, наконец, точки А, В и Ц. Какие два варианта. Вы это сделаете, уже станет все в этих силе. Потом будем двигаться дальше. Для точки С, если в одном случае отрезок разделить на три равные части, здесь будет так. А, С, В. Так. А в другом случае что? Второй. Есть еще второй вариант. У нас сегодня тоже будет так. Поставить точку С за точку А. Поставить точку С слева или справа, отрезка А. Слева. Точку С поставить, вы думаете, слева. То есть точка С, потом точка А, и после этого точка В. Вот так хотите? Да. Давайте смотреть. Отрезок АС в два раза меньше. Отлично. Картинка для точки Е. Теперь надо разделить на пять равных лиц. Мы начинаем смотреть, как эти картинки между собой согласуются. А именно, берем одну отсюда, одну отсюда и одну отсюда. Боюсь, что сразу я по одной картинке будет трудно. Поэтому давайте сделаем так. Нарисуем отдельно картинки 1, 3. Дальше. Картинка 1, 4. Картинка 2, 3. И картинка 2, 4. Пожалуйста, сначала нарисуйте все 4 картинки. Это совсем не все. Когда вы пытаетесь совместить картинку 1 и картинку 3, то вы должны посмотреть, сколько здесь слева, между А и Б. В данном случае их 4. Сколько здесь клеточек между А и Б? В данном случае их 3. И вся число клеточек, которое делится и на 3, и на 4. Какое число? Наименьшее общей карты, 3 и 4. 12. Совершенно верно. Значит, чтобы решить задачу про картинку 1, 3, здесь вот у нас 12 клеточек. И в остальных случаях так же. Смотреть, чему равна длина А, Б, на одной картинке, на другой, и брать наименьшее. Расположено на расстоянии 4. 4 к 4 и 8. Это то же самое, что 1 к 1. Молодец. Точку D, написать так, еще и не научился, ничего. Не пройдет в стиле научимся. Значит, то здесь 3 клеточек, 9 к 9. Все. Первая картинка, правильно. Отношение или во сколько раз 1 и 1,5 раза. Понимаете, что это такое? В 3 раза больше. Сейчас тут отрабатываем вот эту простую вещь. Картинка 1, долглавль совмещена с картинкой 4. Как это сделаете? Давайте проверяем. Вот это вам вообще не нужно, да? Здесь у нас 3 и здесь 3. Значит, С это середина. Вот, это неправда. Для отреска А, Б, С это не середина. Д, А, это 3, А, Б это 6. Ура! Ура! Еще одну картинку сделаем. Давай дальше. Рисуйте, поклеточки, совместите эти две картинки. В 4 клеточки, да, отлично. Теперь у нас должна быть точка А в середине между В и С. 4, 4. Спасибо. Ну, не ожидал, что это будет так долго, но мы все-таки эту задачу, точнее, не задачу всю, а вот эти 4 картинки мы сделаем. Вы должны взять картинку 1, 3, посмотреть на картинку номер 5 и эти две картинки совместить на одну. Ну, смотрим. На пятой картинке отрезок А, Б, на пятой картинке, которая у нас называется 1, 3, отрезок А, Б, какое? Наименьшее общее кратное у чисел 12 и 5. Да? 60. Значит, здесь отрезок А, Б это будет целых 60 единиц. Мы взяли вот эту картинку, которая была на 7, 4. Здесь отрезок А, С это было 6 единиц. Мы взяли эту картинку и здесь отрезок, это было 5 единиц. Значит, надо все размеры, какие здесь умножать на 6, а все размеры, какие были здесь, умножать на 5. Соответственно, у нас получается 15, 6, здесь 4, ну и здесь, соответственно, 20. Давайте проверим. Значит, точка С, здесь у нас с вами 10, здесь 20. Действительно, 1 в 2. Точка Т, здесь 15, а здесь у нас с вами 30. Значит, соответственно, действительно, 1 в 3. 15, 45. Точка Е, здесь 6, а здесь 24. Действительно, 1 в 4. Так, осталось всего лишь 2 картинки. 1 в 4 и 6, это что такое? Вот это вот это. Нужно совмещать картинку, где было расстояние 6, с картинкой, где было расстояние 3. Господа, это же вообще 1 в 4 и 6 очень легко. Надо было просто все размеры на эти картинки в 2 раза и нарисовать вот это все, что от вас требуется. Нарисовать точку D. Здесь нарисовать отрезок 3. После этого, значит, точка А. На расстоянии 2, точка С. На расстоянии 4, точка В. А вот здесь размеры увеличить 2 раза. Значит, от точки А у нас в точку Е будет расстояние 2. Все. Ну, от точки Е до точки Д здесь на 1, и все получается. И, наконец, последняя картинка. 2, 3, 5. Смотрим вот это расстояние. Расстояние 4. Смотрим на эту картинку. Здесь расстояние, помните, 5. Все, что от вас требуется. Взять. Размеры на этой картинке все увеличить в 5 раз. А размеры на этой картинке, соответственно, у меня 2, 3, 5, да? Вот. Размеры на этой картинке, соответственно, увеличить в 4 раза. Что получается? От точки А до точки Е было 1, станет 4. Здесь будет 16. Итак, точка А, дальше 4, дальше 16. И здесь все, это 2, 3, 5, да? Точка Д это расстояние 1, а потом это расстояние 5. Значит, здесь 1. И, наконец, точка С на расстоянии 4. А теперь это будет называться не 4, а 2.